Добрый день! Хочу рассказать и немного показать, как у меня получились такие косметички. Сделаны они из остатков платков. Из платков шьются жилеты, отороченные мехом. Украшения делаются с натуральными камнями. Из остатков мне предложили сделать косметички. Вот что у меня получилось. Как я их сделала, немного покажу в конце своего рассказа. Такие красивые. Это на толстом синтепоне. Ручки. Атласная подклада. Это на тонком синтепоне. Эти две косметички. Эта получилась большая. Получились поменьше. Какие остатки были, такие сделала. Еще у меня есть остатки тонких платков с таким же красивым рисунком. Мне еще нужно подумать, как их сделать, чтобы удобные и красивые были косметички, если получится очень тонкая ткань. И есть очень маленькие кусочки. Попробую как-то из них тоже что-то сделать, потому что кусочки маленькие, но очень красивые. Жалко их выбрасывать. Тогда я уже позже покажу то, что у меня там получится. Приятного просмотра. Добрый день. Сегодня у меня сеанс одновременной игры. Хочу показать. Моя подруга имеет отдел с платками. И там они делают разные еще украшения. А это остатки. Остатки она увидела в моей косметичке и предложила попробовать. Вот я сделала заготовки. Здесь все уже так слегка скреплено, подклеено. Здесь мягкий уплотнитель типа синтепона, только тонкий. Аккуратно я подклеила, зафиксировала, чтобы держалась. Здесь у меня более тонкий уплотнитель. Он такой более тонкий, но плотный. И уже поскрепляла с подкладами. Здесь черная. В общем, какие были, главное целые, без кусочка, уже без шила. Ну и разные замки у меня есть, буду подбирать. А здесь у меня есть всякие косые бейки, тоже буду подбирать, которые больше подходят. Докупать ничего не буду, буду делать из того, что есть, но уже не из кусочков. И хотела показать, что-то я хотела еще показать. Вспомнила. Я хотела показать клей, которым фиксирую. Обычный канцелярский клей. Посмотрела в интернете. Им можно фиксировать свои материалы для шитья. Вот видите, он держится. И главное, что я фиксирую, проутюживаю. Он не твердеет и не оставляет следов, чем очень мне понравилась эта идея. И теперь вот я только скреплю, и оно не будет двигаться. Очень удобно. Это то, чем я хотела тоже поделиться с вами. Итак, что я уже сделала. Я решила, что края я все-таки оверложу. Я не стала обрабатывать косой бейкой, чтобы было понежнее. Я все-таки оверложила. Эти швы идут внутрь, поэтому и не будет видно, что здесь черная ниточка. И черная нитка, подкладка здесь черная. Вот я оверложила. Сейчас я буду подготавливать замочки. Сейчас я подготовлю замочки и буду вшивать замочки. Подготовленные таким образом замочки я вшила в полотно. Загну вот таким образом кончики. Сейчас буду собирать саму косметичку. Подрежу ниточки, которые телепаются. И соберу первую косметичку. Следующий приготовила. Замочек уже сшила. С одной стороны пришила кончик, который будет для удобства держания. С этой стороны, когда уже застрочу, тогда пришью к замку. Решила, что так удобнее мне будет собирать косметичку. Осталось еще один замок. И можно сшивать бока. Осталось только собрать внутри бока. Косметички мои готовы. Так как они из остатков. Они немного с двух сторон получились разные. Но зато это из цельного куска. Внутри я зашиваю уголки. Это я делаю обтачку из косой бейки. Вот такие срединки у меня в этих косметичках. Сейчас я еще отдельно обработаю краешки. Вот эти, чтобы они не сыпались. Я их обработаю клеем и заутюжу. И клей засохнет и будет держаться. И первая самая косметичка получилась вот такая большая. Я уже потом подумала, что можно было сделать две небольшие косметички. Ну, почему бы и нет. Почему бы и не быть вот такой большой косметички одной. Здесь темноватая ниточка была для отделки. Но на камере она почему-то кажется совсем темной. В жизни ее практически незаметно. Где-то в три раза меньше видно, чем на камеру. Такие мои три косметички. Завтра я отвезу. Такое у меня мобильное рабочее место. Там у меня, видите, остальные кусочки. За дверью там вышивальная машинка, швейно-вышивальная. Сейчас я наведу кругом порядок. Я люблю поработать и все сложить. Это у меня ниточки там в коробке. Это моя помощница. Вот она лезет. Лохматая. Сейчас будем расчесываться. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok